Сегодня у нас 7 июня 2017 года. Я вышел во двор здесь посмотреть как дела делаются. Здорово были. Еще в город сходили, еще тогда были? Нет. Лампочки там погнило все. Смотри как полетели сегодня. Первый день так сильно летят пушинки. Тополь. Это опасно. Их ребятишки поджигают, оно горит. Вот так это Роман ремонтирует машину свою. Что там не ладится. Показывать. Вот. У меня там голуби. Дикари сидят. Хорошие дикари мои. А год выпуска машины какой? 93. Какой? Он ровесник потеряю. Обновленный. Понятно. Еще не ладится, это что? Или в 91? Да что не ладится, по электрике полно. Поплавлена проводка. Я не знаю как. Ну зимой мы так говорим пополам. Видите, как надо много знать. Видите, поехал бы в сервис, но вот здесь много уже вот это называется сопли. А что, провода такие разве не продаются? Кто-то уже переделывал это. Не, ну провода-то продаются. Если полностью менять проводку, это очень дорого. Тебе главное до Потеряпки сейчас добраться. Ну конечно. А там уже на месте. Да ничего, еще немного осталось. Я думаю сегодня я сделаю. А в Потеряевке кто у нас разбирается в машинах? Кто мог помочь? Не знаю даже. Никого нету. А вот Пищиков, если бы Володя приехал, вот тут бы да. Он работает как директор какой-то этой фирмы, сам основал. В машины холодильники устанавливают, там такая вот работа у него. Вон смотри, вот тащил туда тазик-то, теперь уже там они пьют нормально. Вот они. Что спрашивать? Я бы помог, а что я помогу еще? У меня никогда машины не было ни одного дня. А вот если бы это был представитель завода, который выпускали машину, его бы оттуда направили помочь, он бы сумел что-то сделать? Представитель завода. Представитель в каком смысле представитель? Ну как, в таком смысле я слышал, я слышал это в Америке, там какой форт или кто выпускает машины. И вдруг стали поступать жалобы. Жалобы, которые, ну просто действительно так и есть. Они проверили, в самом деле, а машины-то по всему миру. Они, говорит, сразу же наняли лучших специалистов 2400 человек. И по всему миру направили. Потом отзывают машины и поправляют. На месте выправить всем и все это бесплатно сделать. Столько специалистов, чтобы марку свою сохранить. Допущено как-то. Ну это если много рекламации, там, у многих машин какие-то. А здесь, чего он мне поможет? Ничего, он скажет, выбрасывай это на славу. Ну, если такой человек был, который там, изобретатель-то, он, наверное, знает. Вот мы когда ехали обратно, им нужно было подремонтировать газель. Она в Нижнем Новгороде. Но Господь так сделал, что мы, нас отпрогнали, можно сказать, от дверей. Торщите тут. Мы тогда встали на молитву. С молитвы этого встали, глядим. Стоят представители, прямо напротив нас. Стоят на нас смотрят. Мы подошли, говорим, вы, наверное, нас ищите? Да. Давай раз, пошли. Главный конструктор завода, и главный инженер, и еще там кто-то такой, это, по распространению, менеджмент какой-то. Все разобрали, вызвали механик. Он сам не сел в машину, за руль, а мы рядом. И давай все это гонять, узнавать. И на завод наш подвесили, разобрали. Видно, что мотор там сняли, все лебедкой. И сразу пошли они в столовую заказали нам. Мы говорим, постный день. Они нам помидоров каких-то там, ну, все такое постное вынесли. И тут же своего корреспондента заводской газеты. И он около нас чуть не целый день торжал. Ну, не знаю, было нет напечатано. Ну, было. Фотограф был, много фотографий. Ну, мы уехали. И нигде ничего не узнали. Значит, они тоже могут у нас? Не то, что все плохо. Ну, конечно, могут. Накормили, напоели, главное. Машину отправили. А после этого наши вызовы. Это Марьясов был, Александр Сергеевич. Ездили по северу, там Сергей с ним ездил. И Валерия Сокольский. Еще одна была у нас миссионерская поездка. Я уже никуда не поехал. Вот смотрю, сейчас, смотри, сколько летит этого. Да, вчера не было. Это тополь. Ветер. Ну, там передает что-то, грозуру. Я-то бы хотел, знаете, что купить? Уазика. Ну, простенько. Два ведущих, что было? Ну, ведущих, но... Смотрел, смотрел. А потом зашли посмотреть в иномарки. Ну, это американская машина. Какая? Американская, конечно. А вы что думали? Ну, я думал, что наша. Американская. Так и то правда. Вон, я смотрю, там какое-то отзывать где. Да. И по сравнению с УАЗиками, то есть, большая разница. Ну, я-то не понимаю. Я знаю, чтоб только не буксовало. У нас Андрей купил такое, но раньше и Бобик называли. Ну, он уже продал. Много горючего жжет. Он опять что-то меняет и меняет постоянно машины. Ну, вот когда осенью мы ехали тогда за Мерседесом. Да. Я на ней застрял. Я пошел специально по такой тяжелой дороге. И засел там. Думал, все, уже Барабаша надо звонить. А так когда? Когда здесь уже был? Ну, осенью. Помните, когда мы только приехали, мы купили и сразу поехали. И засел, ну, включал там пониженные, все мосты включил. И туда-сюда, ну, я не знаю, минут, наверное, пять и выскочил. Ну, считалось, что она на ходу. Ну, на ходу всчиталось. Ну, ты не раскаешься, что такое у тебя получилось? Да нет, она того стоит. Ну, ты сможешь когда выехать отсюда? Да я думаю, сегодня надо поехать на шиномонтаж. Ну, ты как-то бери с собой воды, сухарей. Если застрянешь где-то, чтобы не помер-то. Спички возьми, топор. У тебя топор-то есть с собой? Нет. Я тебе дам. Где-то что-то разжечь, пока наши доедут. Да нет, это же недалеко так. Кругом-то люди. А если вы куда-то в тайгу глухую думаете. Ага, ну, ладно. Дело в том, что мы в субботу собираемся ехать. У нас Газель будет, она сильная машина. Виктор, когда едет на ней, где-то там, ну, не едут, машины стоят. А она, говорит, идет как танк. Она высокая посадка, у нее такая, и обе ведущие. Ну, она живет как танк. У Газели тоже оба ведущих? По-моему, нет. Много она берет горючее. Мы один год ездили в Лиссабон отсюда. Прошли всю Афину. По 440 тысяч отдали за горючей дорогой. Преобрази. Полмиллиона влепили. За месяц. Ну, маленько, больше, может, месяц и 10 дней. А на машину этого не стоит. Ну да, да, жрет она. Но она у нас новая. Мы за нее 710 тысяч отдали. Для миссии специально, для путешествий взяли. Разные машины выбирали, но Глушкова версия победила. Мы там где в горах были, с прицепом никак нельзя. А она 750-800 килограмм груз берет. 7 человек. И мы ночевали там в машине очень часто. Я в машине, а они палатки ставили. И первые поездки у нас были 5 человек. И по сегодняшний день я не раскаиваюсь. Если бы там сломалась какая-то шестеренка, подача топлива. И она говорит, это не наш. Ульяновский завод поставляет-то. А они поставили. Ну и она лопнула. Да на ровной дороге в Швеции были. А уже в Финляндии на нас там куплены были паром. Переезжай, деньги, все пропало. Уже туда мы не поехали. Нам главное переволочь. Она была на сторону республик в Литву. А оттуда уже нас потащили в Калининград. Потому что нигде нет деталей, которые у нас там. Она один раз такая машина залетела туда. И зачем ему идти? А если иметь что-то, так надо не одну шестеренку, а разную. Они там такие механики. Собрались и наконец руки крест-накрест показали. Дохло. Ничего нельзя, говорит, сделать. У меня брат Павел купил такую машину. Новый Запорожец. Так и не мог. Продал Глушкову. Снимок остался. Тот ничего не мог сделать. А от того уж она на металлолом ушла. Что-то снял там, приехал сын у него. Она долго у него на задах стояла. Запорожец, мне кажется, придумали для анекдотов только. А Павел-то хоть машину-то избавил, а ему интересно было выправить или не выправить. Никто не выправляет. У меня на машине мои зубы сломали. Стоит над ней Игорь, он Глушков-то понимает что-то. Ну и... Вот он котик. Я его кормлю, тут прикормил. Какая это порода? Кота? Вот эта порода какая? Да вы... Не ко мне вопрос. Ты не знаешь? Нет. Вот есть сиамские, а есть персидские, но это такой какой-то. Это что-то среднее, да? Нет, это породистые, чистопородные. Ну, его цвет, уши жжёные такие. Я гляжу, потеряю, где ты селишься там, прямо на это место. Жадует, сколько людей. Я говорю, так вы дальше стройтесь, а не сюда. А где вы были, когда никого не было? Ну... Сейчас только батюшка звонил насчёт этого, там, Сашке где жить. Я говорю, Сашке жить надо с бабкой. И ей... У Игоря один живёт. Ну а что, семья в стороне, она ушла, семью увела от него. Всё построено. Он молодой парень с армии пришёл только, а она ещё сидит дома, беременная. Я говорю, да зачем вам строиться-то? Нет, вот сегодня приехал там зимний мер какой-то, и что-то меряют. И давай там где у бабки смещать границу, где... Я говорю, да кто же вам позволил смещать-то? Ну, где там Лёша живёт этот, вот, к нему туда. А там у него времянка, где сломать и ему сдвинуть. Я говорю, не вздумайте. Это две гостиницы по Теряевке. Приезжают люди остановиться негде. Думают на один день. Ну, если ты думаешь там, где вниз труба идёт, дальше этот полдеревня, это ещё не начато. И здесь до самого южного пруда деревня-то была с поворотом. Ну, если дальше, там плохо, зимой ветер страшный. Там где Оська строится? Ну да, там, конечно, там ветер. Я там тогда осенью пошёл, она как задула, меня сразу оттуда выдуло. Ну, видишь, люди-то жили же, там деревня-то была. Не мы же первые это. А дальше деревья будет там... Андрей-то у него защита, как лесок маленький. Но мы там пилить будем сейчас для свай. У Андрея это лесок. А там внутри деревьев, там фундамент дома, хороший дом. Начинают, хотели строить, и вот приезжал Вася, его мать хотела эту строиться. Лапкин? Да, сестра моя. Ну, они ничего не сделали, он помер. Татарин был. Ну, ладно, помоги тебе, Господи, я не помощник. Я смотрю только, могу ещё молиться, просить Бога. Сейчас кто-то вышел в интернете и говорит, у вас ролики стали, говорит, не такие интересные, как... Вы нам подавайте Никиту. Подавайте Никиту. А Никита-то другой совсем. Ну, во многом другом. Он боязливый везде, но с ним работа шла, и результат-то есть, он что-то делает. Гляжу, там рамы красит. Гляжу, у Игоря там на обработке работает, зерно обрабатывал. А люди-то не веют это, им нравится, занятия с Никитой. Ну, вот осталось ещё, что у нас, за четверг и пятница, два дня рабочих. В прошлом году суд-то был, и я всё добиваюсь встречи с судьёю, которая судила наше дело. Прошу у меня её найти, добиться аудиенции и встретиться, чтобы я ей подарить книги хочу. Она суд-то выиграла, от неё же зависело. А у меня, чтобы кто-то помогал, и я оказался неблагодарен, не помог. Не отблагодарил это, а тем более, ну, время прошлое. Мы с ней не знались, никакой взятки нет этой книги, книги подарить. Но мне сказали, завтра меня повезут к ней. Всё-таки добился. Нашли? Да, полтора года добивался. И нам заняты, куда-то переводили, и мне завтра сказали, завтра меня повезут к ней. Вот, которая вырешила суд, и она абсолютно правильно пошла. Ну, и защитник-то был наш Севастьян-то, он юрист хороший. Он работал в краевой прокуратуре по особо важным государственным преступлениям. У него красный диплом закончил. И он поставил вопрос, что лагерь возник на 19 лет раньше общины. И община какое отношение к лагерю-то имеет? Когда же по-человечески в 19 лет, но теперь получается, в 19 лет кто родился, да кто кому отец? Какое отношение община имеет к лагерю? Никакого совсем. Они уж хотели с меня сгладить 10 или 20 тысяч. Я им даже рубля никто не дал. Но ясное дело, что они этого мне не простят. Ну, а дальше видно Богу. Как Богу угодно. Вот, ждут звонка. Сегодня должны продукты привезти, никого нету. Из другого города. Ну, может еще рано. Да нет, уже первый час. Еще маленько дай обедать. Сколько? 13-22. 13-22? Ну, заворачивай оглобли, пошли домой. Пошли. Пойдем. Подкрепишься. Можете тебе и мысли какие-то новые откроются. Свежие, да. Вот смотрите, как это тополевый пух летит. Ну, как будто бы снег какой. Ой. Показать у меня голуби тут. Ой, голуби. Замечательные голуби. Вот пока сегодня сидел тут. Скамейку выправил, позанимался. Вот. Новую подпорочку ему прибил. А делать-то нечего. Только одну. Ожидать и молиться. Наше дело отсидеться, как говорил Михаил Илларионович Кутузов. Вот. Приезжает, оставляет Глушков. Ореший. Все.